ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Один мой друг предложил нам посетить Святую Гору. Я не знал, что такое Святая Гора, хотя и жил в Греции. И когда он объяснил мне, что есть такое место с монастырями и тому подобное, я возразил ему, и что мы туда пойдем делать? Он же мне говорит, пойдем по монастырям, там бесплатно кормят и предоставляют ночлег, а в промежутках при переходе из одного монастыря в другой сможем купаться в море. А у нас закончились деньги, и был уже конец лета, только поэтому я и согласился туда поехать. Между тем, когда мы были на Святой Горе, многое стало для меня сюрпризом. С одной стороны, мне очень понравилось само окружение, как оно устроено, сам образ жизни. Но наибольший восторг я испытал, когда уже стал беседовать с монахами. Тогда я обнаружил, что у них принята своя система ценностей, совершенно обратная той, что существует в обществе. Они отличались таким желанием послужить другому, чего никак не встретить в нашем мире. Меня это очень впечатлило. В монастыре, в котором мы жили, в монастыре Кутло-Муж, я познакомился и подружился с одним своим ровесником-монахом. Наши беседы произвели на меня большое впечатление. Он таким образом после всех наших бесед предложил мне встретиться с отцом Паиси. Я, естественно, не хотел идти, он же говорит мне, «Это здесь, рядом, 20 минут отсюда». «Но что я туда пойду?» «Пойдем, я тебе говорю. Он же не такой, как мы. И что в нем такого?» «Он чудеса творит». И пошел я навстречу со старцем. Келья старца, где он жил, находилась посреди леса. И была огорожена вокруг забором из проволоки. Дошел я таким образом до этого забора, до калитки. Постучал по железу на ней. И заметил с расстояния метров 50, что кто-то вышел наружу. Лица мне было незаметно. И он накликнул меня. «Эй, паренек, чего тебе нужно?» «Отца Паисия», – говорю. «А зачем он тебе? А ты разве мне не откроешь?» «Ну ладно, давай, открою тебе». Нацепил на проволоку ключ и по этой проволоке спустил его вниз, от дома прямо ко мне до самой калитки. Я открыл калитку, он попросил ее опять закрыть. Я ее запер и направился к дому. Когда я подошел, он был на балкончике сверху. А я внизу. Он обратился ко мне с просьбой, «У меня упала кофта, ты мог бы мне ее подать?» Действительно, я подошел туда поближе, подобрал кофту и потянулся вверх к балкону, чтобы отдать ее обратно. Когда я посмотрел в его глаза, я до сих пор помню его взгляд. Голова моя неожиданно склонилась вниз, потому что я увидел свет, свечение, выдержать которое было невозможно. Голова моя склонилась. То есть свет, который я видел, это сияние, свечение, это духовное величие, были не похожи на обычную вспышку или на яркий свет. Но глубоко изменили меня, затронув мой ум, мою душу и мое тело. Я испытал восторг. Я вернулся обратно к дорожке. И пока я шел вокруг, чтобы попасть на другую сторону двора, меня не покидала мысль, я все время задавался одним и тем же вопросом. Что же это было? Возможно ли, чтобы человек светился? Разве может из человека исходить свет? Что со мной произошло? Что же я видел? Когда я обошел вокруг, там я вновь увидел старца Паисе. Но на этот раз все уже было совсем по-другому, не так, как на балконе. Предо мною стоял обычный, приятный пожилой человек. Помню, когда я смотрел как-то на икону преображения, там, где изображен Бог, Христос в сиянии, со своими апостолами внизу. В тот момент пробудилась моя память, и я подумал, нечто подобное произошло со мной, когда я увидел в первый раз старца. «По истечении месяца я сказал себе, что это все уже произошло, ты видел это сам, а не услышал от кого-то, а потому не можешь делать вид, что не понял или не видел, а должен поехать обратно, чтобы разобраться, сделать выводы и понять случившееся». Для всех, кто нуждается в духовной поддержке. По милости Божией, мы посещали святую гору Афон, встречались с афонскими старцами, беседовали о духовной жизни и о том, что в наше трудное время люди теряют ориентиры и не имеют примеров для подражания. Это старец Гавриил. В одной из серий этого фильма мы обязательно о нем расскажем. «А вот другой афонский старец, отец Ефимий, посоветовал нам обратиться к жизни современного подвижника, человека святой жизни, старца Паисия Святогорца, и снять о нем документальный фильм. Ну вот мы и сняли». В основу этого фильма положена книга «Житие старца Паисия Святогорца», написанная иеромонахом Сааком в 2004 году. Вот «Житие старца» в русском переводе. Автор «Жития» монах Исаак почил 16 июля 1998 года. Это его могила возле Калиева Ефимия. Также в этот фильм включены свидетельства многих людей, лично встречавшихся со старцем Паисием или живших рядом с ним. Вы услышите фрагменты текстов самого Паисия Святогорца и увидите места, где он жил. Иеромонах Исаак. Житие старца Паисия Святогорца. Глава первая. Предки по плоти и духу. Акритские фаросы. Семья старца. Родина старца Паисия – селение фаросы. Это было зажиточное греческое село, а плот православной веры, греческого языка и культуры в Каппадокийской земле. Сейчас эти территории принадлежат Турции. В фаросах насчитывалось 50 церквей. Некоторые из них в византийскую эпоху были монастырями и переживали расцвет. Последним ярким и совершенным выражением следования этому преданию был приходской священник села Святой Арсений Каппадокийский, который жил с 1841 года по 1924. Видя его святую жизнь и многие чудеса, к нему стекались не только христиане, но и мусульмане со всей Каппадокии. Жившие в этой благословенной среде предки старца Паисия отличались особенным благоговением. Что? Доброе утро! Мать старца звали Евлогией. Она происходила из рода франгополосов и приходилась родственницей преподобному Арсению Каппадокийскому. Имена детей Продромоса и Евлогии по старшинству следующие. Зоя, Мария, Рафаил, Амалия, Харалампий, Арсений, впоследствии старец Паисий, Кристина и Лука. Когда родился отец Паисий, родители хотели его покрестить. Отец Паисия был старостой в деревне, он тесно был связан с отцом Арсением. Во время крестин тот хотел дать младенцу имя его деда, своего отца. И тогда говорит ему святой Арсений, «У тебя много детей, я хочу дать ему свое имя. Разве мне нельзя ставить после себя какого-то монаха?» Он именно так и сказал. А святой Арсений, никого не спрашивая, опустил младенца в купель, провозгласил, «Крещается Арсений». Там, как вы понимаете, были все родственники, и дяди, и тети. Они все начали кричать и возмущаться, обижаться на отца Арсения. Да кто он такой? Не спросил никого. Он и правда никого не спросил. Дал ему свое имя. Он тщеславный. А еще святого из себя строит. Святой Арсений слышал это, конечно, но продолжал таинство святого крещения со страхом Божиим. Как только закончилось таинство, святой Арсений пригласил всех и говорит, «Не кричите», — говорит, «Не осуждайте меня, потому что этим грешите». Когда я взял ребенка и должен был сказать, «Крещается раб Божий». Я увидел светлый крест на его лбу. И благодать в тот момент мне сообщила, «Он станет твоим преемником». Святой Арсений дал младенцу свое имя. В силу своей прозорливости святой Арсений знал, что этот ребенок станет святым. Либо, благодаря его молитвам, маленький Арсений, а впоследствии старец Паисий выбрал монашеский путь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После поражения Греции в греко-турецкой войне произошел обмен населением, который производился по этническому принципу С территории Малой Азии было изгнано около полутора миллиона греков По официальным данным в то время погибло более 350 тысяч человек На самом деле потери были значительно больше В путь отправились 14 августа 1924 года Причем турки пришли раньше срока и стали выгонять людей Отец Арсений, как добрый пастырь, повсюду следовал за своим стадом Хотя это был обмен населением, а не переселение Турки, как всегда, вели себя, как злые осы Если в Фаросе было, скажем, тысяча, две тысячи жителей В Грецию приехала только половина Все остальные, кто умер от голода, кто от недобрых рук, от лишений, от болезни Пока добрались сюда Обмен произошел в 1924 году И тогда старцу Паисию был один месяц, 40 дней примерно На корабле, в давке и толчее Кто-то наступил на младенца, и его жизнь угрожала опасность Но Бог сохранил избранного своего живым Потому что ему предстояло стать поводырем многих душ в небесное царство Потом сам старец, разумеется, по смирению говорил Если бы я умер тогда, только что получив благодать святого крещения То меня бросили бы в море, и мое тело съели бы рыбы Какая-нибудь рыбешка сказала бы мне за это, по крайней мере, спасибо И моя душа пошла бы в рай Тогда много народу на корабле было Друг на друге Действительно на него наступили Ему на корабле исполнилось 40 дней Рафаилу было 8 лет, когда из Турции переезжали Он помнит Турцию? Море было большое И корабль был очень большой И отец сказал Он был старостой деревни и защищал жителей Он сказал, либо вы перестанете так себя вести Либо я выброшу вас за борт Или ты своих собак присмиришь Или я выброшу их в море И приехали мы сюда, где заканчивается большое море Субтитры создавал DimaTorzok Он от родителей своих научился молиться и ходить в церковь Потому что его родители два раза в день совершали семейную молитву дома Когда он был маленьким в конице Поскольку он быстро бегал и всегда побеждал в соревнованиях Его дразнили беженцам и не давали бежать с другими ребятами Он шел жаловаться к матери и говорил Мама, меня обижают другие ребята и не дают бегать Тогда его мать говорила Сынок, у нас здесь места много, бегай Зачем ты хочешь, чтобы на тебя смотрели? Чтобы возгордиться? Чтобы быть первым? Нужно быть смиренным в своей жизни И этот урок своей матери он усвоил на всю жизнь Он всю жизнь оставался смиренным И жил просто и смиренно Мы должны быть более благодарны тем Которые нас смиряют, обижают и огорчают Нежели тем, которые кормят нас почестями и сладкими словами Или вкусной едой и слабостью Выучившись хорошо читать Арсений раздобыл священное писание И каждый день читал святое Евангелие Также он где-то доставал жития святых Прочитанное в житиях он старался применить к себе Как-то он прочел, что если ты боишься находиться в каком-то месте То надо приходить туда почаще, чтобы этот страх изгнать Поскольку Арсений боялся ходить через кладбище Он решил пойти туда затемно, чтобы избавиться от этой боязни Днем, рассказывал старец, я приглядел на кладбище одну пустую могилу Мое сердце отчаянно забилось, и я залез в эту могилу Сначала было страшно, но потом я освоился И я не могу сказать, что это не так Глаза были живыми, выразительными и настолько сияющими, что его прозвали Гумбисья, что на фарасиотском диалекте означает «светлячок». Однажды мои братья и сестры трудились в поле. Мать приготовила еду, но отнести ее было некому. Мать расстроилась. Поле было в двух часах ходьбы от нашего дома. «Давай я отнесу им обед», — предложил я. «Ну как ты узнаешь дорогу?» — спрошу у кого-нибудь. Я вышел из дома и зашагал, держа в руке крест, подобно святым мученикам, которых я видел на иконах. Я так и не понял, какой я шел дорогой. Дойдя до поля, я оставил братьям обед и тут же поспешил домой, потому что меня ждала мама. Многие мои прихожане помнят старца Паисия. Много рассказывали, были написаны книги, сняты передачи. Очень многое помнят. И я, конечно, его поминаю, но, может быть, он не очень нуждается в моем поминании. Поминание значит воспоминание. Я всегда его поминаю, потому что он приходил сюда, в храм святого Николая, и когда был ребенком, и потом, когда стал монахом. Сейчас заходите, посмотрим храм внутри. А вся семья Паисия здесь причащалась? Да, они сюда приходили. Их дом здесь рядом, совсем недалеко. Расстояние не очень большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как и все крестьянские дети, мы пасли лошадей на общественных пастбищах. Из наших пустяковых детских ссор стало ясно, что он был единственным, кто предпочитал не обижать, а быть обиженным. У него в кармане всегда была духовная книга, которую он часто читал нам вслух. Помню, как он дорожил своими слушателями-сверстниками. Он был готов сделать что угодно, пойти сторожить наших лошадей, носить за нас воду и тому подобное, лишь бы мы со вниманием слушали священные описания. Я никогда не забуду, с каким старанием и выразительностью он говорил, если речь заходила о крестной жертве Христа. Его речь становилась настолько образной, что ему удавалось приковать к себе внимание даже самых непоседливых детей. Я отчетливо видел в его юношеском лице радость от того, что он мог учить Слову Божию столь чистых слушателей. Когда он был маленьким и играл со своими друзьями и одноклассниками, дети тогда были непослушными и ругались. И однажды они стали поносить Христа. Тогда отец Паисий побежал со слезами на глазах в маленькую часовинку, там неподалеку на кладбище, зашел внутрь и стал рыдать и молиться нашему Христу, чтобы он простил детей, которые ругали его. Арсений начал серьезно задумываться о том, как посвятить себя Богу. Он посетил епархиальное управление города Янины и спросил Протосингела, может ли он поскорее стать монахом. «Сейчас еще рано», — ответил Протосингел. «Поговорим попозже, когда подрастешь». Когда отец Паисий был юношей, он мне говорил, я помню, что он ходил обучаться столярному делу. И когда он освобождался, он сам шел в поле и молился там со слезами. Его родители обеспокоились. Начали говорить, «Все, пропал Арсений, он станет монахом, мы его потеряем». Из Афин приехал какой-то его дядя, филолог, друг слова, но слово с маленькой буквы, и говорит им, «Позвольте я все улажу, позвольте я все улажу». Он, будучи в кавычках образованным человеком, зовет к себе Арсений и говорит, «Не будь фанатиком, Христос был великим человеком, но он как Будда, как Магомед, таким же был и Христос. Не будь таким фанатиком, не говори, что Христос был Богом». Сначала Арсений воспротивился и говорил, «Нет, я верю в Христа». Но потом это семя принесло вред, и дьявол начал его искушать. И он прекратил молиться. Он не мог спать, предавался размышлениям, сомнениям, но потом он решил, «Бог Христос или нет, я буду его любить» и молиться. И однажды он пошел на молитву и очень сильно плакал. Но все равно внутри него постоянно находилось сомнение, и он не находил успокоения. Там рядом была церквушка святой Варвары. Отец Паисий пошел туда, чтобы зажечь лампаду, и был очень расстроен. И я помню, как он сказал, что встал на колени, он был один в церкви, и молился с громкими воплями, «Христос, яви мне знак, что ты и есть истинный Бог». И после многочасовых рыданий он сидел согнувшись посреди церкви один. Открываются сами собой царские врата в алтаре, и является Христос открытым Евангелием, и говорит ему, «Арсений, я есть воскресение и жизнь. Кто верит в меня, тот будет жить, даже если бы он умер». И то, что он говорил, было написано в Евангелии, которое он держал обеими руками. И Христос исчез. И тогда Арсений почувствовал, что успокоился его дух. Он получил эту весть. Родители не должны препятствовать своим детям, когда Бог призывает их стать монахами, радистами церкви, потому что эта миссия очень велика, и выше того, что они сами приносят Богу своей собственной миссией. Да не помню я, в каком это году было. Я маленькой была. Не помню, в каком году это было. Да что там вспоминать о старце. Но он вообще никогда дома не сидел. Когда был маленький, в школу ходил, а потом работать. Хорошо? Хорошо. Вы пришли сюда смотреть, на каком станке работал старец Паиси, а у него был совершенно другой станок. Вот этот работает от электричества. У него ножной станок был. Педаль, как в ножной швейной машинке, работала. Его станок сейчас там, наверху, в монастыре Стамион, в горах. Он в подвале, мы хотим его собрать. Ну, конечно, станок уже работать не будет, его насекомые поели. На станке старец делал разные изделия, предметы домашней утвари. Дикая черешня. Ему хотелось стать плотником, потому что он полюбил ремесло нашего Господа. Это для потолка и пола. Такие доски отец Паиси делал сам вот такими инструментами. Позже он открыл собственную столярную мастерскую. Он изготавливал окна и двери, нашивал потолки и стелил полы, делал иконостасы, даже гробы. Однако за последние он никогда не брал с людей денег. Наверное, на вырученные монахом деньги прожить нельзя. Если бы я был монахом, сидел бы, искал чего-то, делал бы что-то красивое. Но на эти деньги прожить нельзя будет. Это вопрос выживания. Монах может взять дерево и неделю делать одну икону. Сделал своими руками Паиси? Да, да. Старец сделал этот маленький иконостас. Здесь находятся иконы и святыни, которые наши деды привезли из Фарос, из Каппадокии. Наша бабушка и дедушка не привезли денег. Они могли бы продать имущество и получить деньги. Но они предпочли привезти иконы своих святых, чтобы те были рядом с ними и в Греции тоже. И о житии старца Паисия Святогорца. Глава 2. Подготовительные уроки подвижничества. Подготовка к монашеской жизни. Его понятия о монашестве были очень высокими, и он старался как можно лучше подготовить себя к этому пути. Если кто-нибудь предлагал сосватать ему невесту, он решительно возражал, я буду монахом. После того, как на одной свадьбе отец поднял тост и пожелал ему, ну, дай Бог, чтобы и на твоей свадьбе тоже погуляли, Арсений перестал целовать отцу руку. Он делал это не от неуважения, но в знак молчаливого несогласия. Он хотел, чтобы осуществилось не пожелание отца, но пророчество преподобного Арсения. Арсений старался приучить себя к условиям монашеской жизни. Он предпочитал безвкусную пищу, которую вдобавок не солил, чтобы не пить много воды. Свою одежду он стирал сам, не разрешая делать это матери и сестрам. Годы, предшествовавшие 1940-му, до начала войны с итальянцами, мне тогда исполнилось 16, были лучшими в моей жизни. Потом война, счастливое детство осталось в прошлом. Трудно нам было. Часто Арсений видел, как мать плачет и переживает за его братьев, сражавшихся на войне. В это время он был утешением и поддержкой матери и на время отложил мысль о монашестве, потому что родные сильно нуждались в его присутствии. Видя, что его родине угрожает опасность, он отозвался на призыв защищать ее с оружием в руках. Перед уходом в армию он пришел в церквушку святой Варвары и попросил Пресвятую Богородицу. «Пусть мне будет плохо, пусть будет опасно, но только бы мне не убить никакого человека и потом удостоиться стать монахом». Именно тогда Арсений дал обет, что если Божья Матерь сохранит его на войне, то он поможет заново отстроить ее святую обитель Стамион, которую сожгли немцы и три года будет служить ей в этой обители. Афины, 11 октября. Через две недели после того, как национальная британская армия высадилась на Пелопоннесе. Как только отряды союзников проникли в пригороды, немцы, которые более трех лет оккупировали эту территорию, были изгнаны из столицы. Греческие операторы снимают эти события для новостей. Освобождение было отмечено трехдневным празднованием Афинин. Вода ввозится в огромных количествах. Из семи миллионов греков около половины стало жертвами малярии и туберкулеза. Британскую армию встречают с большим энтузиазмом. Приток беженцев из районов... Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты Отечества. Мы ведем войну не за национальный интерес и не за какую-то идеологию. Мы сейчас сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола. Кто с кем, расстановка сил предельно ясна. Во время оккупации ты становился героем, если не приветствовал немца. Сейчас ты становишься героем, если не приветствуешь дьявола. Нас ждет гроза. И наша борьба имеет цену. Потому что сейчас наш враг – это не Али Паша, не Гитлер, и не Муссолини, но сам дьявол. А потому награда наша будет наградой небесной. То теперь драхма почти ничего не стоит. Прибыль предпочитают извлекать из воздуха. В настоящее время дым сигареты приносит наибольшую прибыль. Фунт хлеба стоит 12 миллионов драхам. Пачка сигарет – 20. В 1945 году Арсений был призван на службу Родине. Он прибыл на сборный пункт в город Навплеон на Пелопонессе и отправился в учебную часть для получения воинской специальности радиста. Его любовь к другим доходила до жертвы. Он выполнял за своих сослуживцев их обязанности, очень много работал. Если кто-то из солдат просился в увольнение, Арсений с готовностью замещал его на службе. Многие злоупотребляли его добротой и считали дурачком. Однако сам он чувствовал радость от жертвы, на которую шел ради других. Но надо сказать и о том, что воинская специальность радиста освободила его от необходимости прямого вооруженного участия в боевых действиях. Таким образом, божественной благодатью он был сохранен от того, чтобы убивать людей. Кроме того, воинская специальность Арсения оказалась подготовкой к его последующей монашеской специализации посылать Богу сигналы своей молитвы. Сослуживец старца, господин Пантелис Дзекас, ныне монах Арсений с острова Керкера, рассказывает. «Возле Навпакта был у нас один бой. Мы отступали, потому что мятежники превосходили нас численностью и силой. Когда мы бежали, я упал и сильно ударился, потому что за спиной у меня была тяжелая рация. Когда остальные добежали до резервной линии окопов, которую определили как место отхода, Арсений увидел, что меня нет. Вот тогда он снимает рацию и бежит обратно. Ему кричат офицеры, солдаты, «Оставь его, он все равно пропал!» А он, потом другие мне рассказывали, подбежал ко мне, взвалил на плечи и потащил к нашим окопам. «Очнулся я и слышу, как Арсению, говорит капитан Вудурис, «Тебя, видно, какой-то святой крепко любит, раз он тебе помог. Да и этого ты тоже выручил». Я их спрашиваю, «А что было, ребята?» Ты потому что с молодости, наверное, монах. А я не с молодости. Я брился, так что волосы мои дикие, поэтому так густо растут. Я тоже не в молодости стал монахом. Вот вы можете уточнить, кто с кем воевал. Это была гражданская война. Греки с греками. Ради чего это была война? Но, понимаете, тогда главная партия была коммунистическая, ЭЛАС. И у этой партии было большое влияние. Иностранцы, англичане в основном, они не хотели, чтобы в Греции был этот режим. И очень много было у них союзников. Война эта продолжалась с 46-го года до 50-го. В 50-м она закончилась. И остался режим, который хотели англичане, а не греки. А вы воевали на какой стороне? Против англичан? Нет, мы воевали в национальной армии. Англичане нас поддерживали. В одном бою, рассказывал старец, я вырыл себе небольшой окопчик. Один солдат подполз и попросился ко мне. Я потеснился, и с трудом мы сидели в тесном этом окопчике. Потом, когда приполз еще один солдат, я выбрался из окопчика и дал ему возможность укрыться. Вдруг один осколок чиркает меня по голове. Я был без каски, только в капюшоне. Щупаю голову рукой, и никакой крови не чувствую. Снова щупаю ничего. Осколок сбрил на голове волосы, оставив голую полоску шесть сантиметров шириной, но не осталось даже царапины. Уступив ребятам место в окопчике, я сделал это от сердца. Лучше, подумал я тогда, если меня сейчас один раз убьет, чем убьет кого-то еще, а потом и меня всю оставшуюся жизнь будет убивать совесть. Как я вынесу мысль о том, что я мог его спасти и не спас? Конечно, Бог очень помогает тому, кто жертвует собой ради других. Война все расставляет по своим местам. На ней многое проясняется. Каждый поступает в соответствии со своим духовным состоянием. Если кто-то достиг святости, он ею может обезоружить врага. Если нет, может сказать, я убивать не буду, пусть лучше убьют меня. А давайте покажем фотографию, где он солдатом был. Вот, где он солдатом был. Солдат. Вот снег здесь. Да нет, не в конице. Да нет. Это там, где он был солдатом. Там война была. Это когда он с коммунистами воевал. Это старец. Смотрите. И пуля его не брала. Он прямо стоял, когда воевал. И он говорил, почему должны умереть те, у кого есть дети? Лучше пусть я умру. Полубатальон, в котором служил Арсений, принимал участие в боевых действиях. Невзгоды и испытания, которые пережили солдаты, кому-то могут показаться невероятными. Старец рассказывал, что однажды, когда закончилось продовольствие, их пищей был снег. В другой раз они остались без пищи на 13 дней и выжили, питаясь лишь дикими каштанами. Еще чаще на их долю выпадали мучения от жажды. И тогда они были вынуждены утолять ее водой, застоявшейся в следах от лошадиных копыт. Самым страшным врагом был холод. Воины спали в палатках и по утрам, просыпаясь под снежными завалами, начинали считать обмороженных. Однажды утром Арсений Мотыгой выкопал из-под снега 26 обмороженных сослуживцев. В другой раз их завалило снегом на трое суток. И он, как радист, посылал в штаб сигналы о помощи. Однажды, рассказывал старец, я не был на божественной литургии целых пять месяцев, потому что в горах, где мы сидели, не было ни священников, ни церквей. Потом командир послал меня в Агринео за запчастями для рации. И по дороге я оказался рядом с храмом, где, нараспев, читали Акафист Пресвятой Богородицы. Я перекрестился, приложился к иконам и заплакал. Пресвятая Богородица, прошептал я, во что же это я превратился? Однажды старец рассказывал следующее. Как-то мы пришли на стрельбище в Триполи, и я увидел, как от оврага исходит необычный свет. который для других оставался невидимым. Свет разливался по всему стрельбищу, несмотря на то, что был день. Тогда я не мог понять, что это за свет. Позже я понял, в чем было дело. На этом стрельбище расстреливали осужденных. И, возможно, там были несправедливо убиты и некоторые невиновные. Поэтому был виден этот свет. по милости Божией меня не посылали в расстрельную команду. Конечно, расстреливать я бы не смог. когда мы были в нафпакте, я передавал сигналы по рации и писал. И Арсений увидел пальцы и говорит мне, «Знаешь, мы с тобой братья». Я ему говорю, «Тихо, сигнал потеряем. Не сможем ничего передать». Закончил работу, а потом и спрашиваю, «Что ты сказал?» «Что он имеет в виду?» А он и говорит мне, «Посмотри на пальцы». Смотрю на пальцы и говорю, «Действительно, у нас с тобой одинаковые пальцы». Он говорил, «Еще до того, как ты приехал, я знал, что приедет хороший человек». И с тех пор, каждый раз, когда кто-то пытался меня расспросить об Арсении и его духовных дарах, я говорил, «Ну, что еще я могу добавить после истории с пальцами?» Рассказ старца об одном случае, произошедшем незадолго до его увольнения в запас. Война закончилась, и мы возвращались из Флорины. По дороге я услышал, как наш родный хулит Бога и святыни нашей веры. Я подошел к нему и сказал, «С настоящего времени отказываюсь исполнять ваши приказания, потому что хуля Бога и христианские святыни вы оскорбляете и мою веру, и мою воинскую присягу, клятву защищать Родину, веру и семью». Услышав это, ротный передернулся от злобы и обозвал меня наглецом. Он велел мне что-то сделать и добавил, «Я вам приказываю». Я ему на это ответил, «Я только что заявил вам, что выполнять ваше приказание больше не буду». Командир сказал, что за отказ от выполнения приказания начальника и старшего по званию положен трибунал. Тогда я снова заявил, что отказываюсь выполнять приказание своего ротного, потому что он, клятво, преступник и нарушитель воинской присяги. «Да, я помню, был действительно такой человек. Он сильно и неприятно ругался. И начальник, выше его чином, сказал ему, «Если ты будешь так ругаться, мы отправим тебя отсюда, избавимся от тебя». Но и он прекратил ругаться. В марте 1950 года, отдав защите Родины около пяти лет своей жизни, Арсений получил свидетельство об увольнении в запас. Когда он прощался со своим другом Пантелисом, тот стал звать его на Керкеру, чтобы построить дома по соседству и создать там семьи. Арсений отказался. Он ответил, что станет монахом. Он поддерживал Отечество. Большим патриотом был отец Паисий. Отечество любил. Поэтому и в армии служил. А потом стал монахом, чтобы служить небесному царю, поскольку должен был сначала послужить земному царю, а потом уже небесному. От родственников Арсений не скрывал, что собирается стать монахом. Но от душевной чуткости и благородства он говорил им, что остается в миру якобы потому, что еще не готов к монашеству, чтобы родные не переживали из-за того, что исполнение его желания задерживается из-за них. По-человечески он сделал все, что было возможно, и в мирской жизни не оставил ничего недоделанным и неулаженным. В марте 1953 года Арсений был уже готов к тому, чтобы последовать монашескому призванию, которое проявилось в нем еще в младенческом возрасте. После горячей молитвы он выбрал из трех возможных вариантов один отправиться на святую Афонскую гору. Афонская гору Афонская гору Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...